Меня зовут Юлия Ахмедова, мне 38 лет и у меня нет детей, поэтому эта сцена явно не из моей жизни. Столько абортов сделала теперь, значит, не может родить. Если у меня нет детей, я какая-то неполноценная женщина. Репродуктивное давление это. Женщине приписывается едва ли не единственное предназначение — рожать. Я недавно выложила фотографии в Инстаграм, и мне какой-то человек написал, тебе пора рожать, пока матка не отсохла. Я стала жертвой репродуктивного насилия. Девушки имеют право, чтобы их не насиловали. Женщина не может сделать свой собственный выбор. Никто не смеет указывать мне, что мне делать, как мне жить. Если женщина не хочет рожать, то нафиг она, такая женщина, вообще нужна? Ты не встретила правильного мужика. Чаю, Маша! А вам-то чего надо? Что вас радует? Любая история про роды начинается с фразы «Юль, это жесть». Роды же сложные были. Ребенок устал. Надо отдохнуть в реанимации. Я не знала, что он мне скажет, когда позвонят. Это, очевидно, чудовищные традиции. С этим сталкиваются все женщины. Никогда больше в своей жизни, ни за что, никаких детей. Куда аж мне их столить, что ли? Но ведь если мы перестанем рожать, кто будет жить? Снижение рождаемости – это глобальное явление. Снижение числа детей на одну женщину – это глобальное явление. И подстраиваться под каких-то гаденышей я не буду. У меня самый был счастливый момент, когда по анализу стало понятно, что это мальчик. Потомство дадут только те, кто это решил сознательно сделать. Я очень хочу детей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!